Не к плоскости, да, вот как мы делали, ну, когда там просто смотрели dx квадрат, то есть dy квадрат, и что у нас там, какие преобразования ставятся неизменными, эту квадратичную форму дифференциала, а какая у нас есть интересная такая квадратичная форма, которая несет глубокое содержание, глубокое содержание, четырехмерное, и что это такое? Ну, четырехмерное, которое, конечно же, нам интересно посмотреть, да, пример такой, рассмотрим преобразование, которое оставляет у нас неизменными вот такую квадратичную форму, c квадрат, dt квадрат, минус dr квадрат, То есть, которое преобразование, то есть, оставляет у нас, ну, неизменными интервалы, ну, что ли, вот эти, в пострастве Минковского, да, вот, физическое содержание за этим глубокое стоит, как мы знаем, да, вот, а... Значит, ведем, ну, наше, что ли, преобразование. Итак, T с волной. Мы будем полагать, зависим от старых координат T, R и некоторого параметра A. R с волной. Это будет тоже сумма сети самых величин. И это, конечно, сразу дает нам ту самую возможность, которая потом, как известно, появляется, да, что, смотрите, мы предположили, что преобразование пространства и времени связано, вот в самом начале мы это предположили, видите, новые преобразованные пространства и время, через старые пространства и время, не по отдельности, вот если мы предположение сделаем вот такие, T от T зависит, R от T зависит, ничего не получится, ну, в смысле, получится, как бы, тривиальные вещи, которые, ну, чисто такие геометрические, да, а вот этих новых преобразований, конечно, не появится, поэтому это в самом начале заложено. Вот. Соответствующие вот эти вот локальные преобразования обозначим, как Тау, ну, завище от T, R. Это будет у нас D, R с волной по D, A при продолжении. И вектор C, назовище от T, R. Это будет у нас D, R с волной по D, A при продолжении. Вот. Ну, для дифференциалов соответствующие преобразования, это будут дифференциалы этих преобразований, да? Вот. Вот. Я снова пишу оператор Li, продолжим. Вот. Выглядит он следующим образом. Тау DT, ну, позволю себе уже перейти к таким вот сокращенным, да? D по DT, это D по DT, плюс C, ну, здесь я должен писать, как бы, такой градиент по D, плюс, соответственно, D Тау D, DT, да? И плюс D, C, вектор, на градиент по D, R, соответственно. Вот оператор Li, записываем критерии невариантности. Ну, точнее так, я буду сразу писать, на каком-то многообразии я это все прикладываю. C квадрат DT минус DR в квадрате равно D. И снова, я требую, чтобы это у меня выполнялось для всех значений дифференциалов. То есть я не предполагаю, что у меня вот этот вот интервал чему-то равен, да? То есть как бы во всем пространстве я ищу эти преобразования. В принципе, можно, конечно, поставить задачу по-другому. Взять и, допустим, найти преобразования, которые сохраняют инвариантными у нас нуль подобные интервалы. И таких преобразований будет больше, чем те, о которых мы вот сейчас будем искать. Почему? Многообразие мы сужаем, да? Этих самых преобразований становится больше. То есть с, там, вот этими, ну, как это там, временеподобными, пространственнеподобными интервалами мы тогда не будем требовать, что у нас это были преобразования симметрии, а только для родных подобных, да? Вот такая постановка задачи, тоже возможна. И это будут другие результаты. Но здесь мы делаем так. Для всех значений дифференциалов dt, dx, dy, dz. То есть для всех это выполняется. Так, ну, применяя мой оператор Li, понятно, что будут работать вот это, вот это вот слагаемое, да? И у меня получится так. 2c квадрат dt, dt, d tau, ну, минус 2, вот. Ну, а здесь у меня каждая слагаемое будет действовать на свой дифференциал, он в квадрате, отсюда двойка. Значит, появится d, dr и d, c. Вот, равно 0. Вот, получается, систему. Дальше, ну, двоечки сократим, я разнесу все в разные стороны, конечно, и распишу dt и dr. Вот, равно, ну, здесь, на самом деле, у меня будет dxk, dxk, вот в компонентах. Расписал, да? И теперь уже выписываю выражение для вот этих дифференциалов. То есть, получаю следующее, c квадрат. Здесь для dt пишу выражение. Это tau t dt плюс tau k. Нет, это уже tau, tau. Тау l, простите, dxl и dt. Вот, расписал дифференциал, там, расписал t. То есть, зависит он от t и от пространственных переменных. Здесь суммирование равно. Ну, ну, а здесь, снова пишу, c квадрат, dxa, dxk. У меня предполагается, что являются независимыми все дифференциалы, поэтому при разных степенях дифференциалов я могу все выписывать. Какие у меня, принципиально, разные привлекают варианты. Ну, вот это dt в квадрате. Возникает у меня dt dxl. Вот здесь вот возникает. И dxk dxl. При разной степенях дифференциалов я выписываю независимые причины. Ну, при dt в квадрате, вот еще. Тау t. c квадрат, тау, t, равно. dt dxl. Тоже только здесь вот. c квадрат, тау, l. Вот черт, я же пропустил тут. Тут же я пропустил. Сейчас исправлюсь. И справлюсь. А еще прощение. Кси, k, l, d. Вообще не с этого я должен был начать. Кси-то у меня зависит же от t и от r. Да. Поэтому, конечно же, ck, t, dt, плюс ck, l, dxl, dxa. Вот. Прошу прощения. Вот это слагаемый пропустил. Вот. А здесь, значит, есть вот это dt, dx. Да. Вот. То есть это будет равно. Ну, только одинаковый надо индекс сделать. Тут я брал индекс l. Значит, значит, это будет c, d, dt. Вот так вот. И последнее. Вот смотрите. У меня вот это вот. c, k, l, dx, k, dx, l. Да. Как будет выглядеть выражение при вот каком-то, значит, при каких-то k и l конкретно взятых. Значит, что здесь будет стоять? Ну, там-то 0, а здесь равно. Чему это будет равно? Ну, вот на это надо смотреть так. Пусть у меня, допустим, k равно 1, а l равно 2. Да. Это конкретное значение k и l. Вот я конкретно взял. k равно 1, l равно 2. У меня вот здесь вот суммирование по всем индексам. И здесь суммирование по всем индексам. Значит, у меня возникнет комбинация такая. Когда вот здесь единица, k равно 1, а l равно 2. dx1, dx2. И это будет соответствовать 1, 2. Но то же самое возникнет, когда у меня l равно 1, а k равно 2. 1. И это будет другая. Наоборот. k равно 2, 1. Понимаете, да? Вот. Поэтому, на самом деле, вот это, вот этот, как бы коэффициент при вот такой комбинации, он будет состоять из суммы. си, k, l плюс си, l, k. Ну и здесь ничего не появится, вот как бы вот справа. А слева вот такая сумма. Понимаете? То есть, это за счет того, что здесь стоит не просто произведение, а вот это надо помнить, что это свертка. Свертка. А это сумма по всем индексам. По всем. Сумма. И там, и вот здесь, на этом месте все появляются значения индексов. Всех. И на этом месте значения всех индексов появляются. Понимаете? Да. Поэтому для конкретных k и l появляется так. Ну и, конечно, можно это все формально вывести. Вот, как иногда любят, опять же, в учебниках. То есть, взять и записать вот это вот. Кси, k, l, как одна вторая. Кси, k, l на dx, dx, l плюс кси поменять местами lk, dx, dx, l. Потом, значит, вынести за скобки, и тогда мы увидим вот этот коэффициент. Вот. Но, я повторяю, что все равно, ну, как мне кажется, для человека естественно проверять формальное вычисление каким-то здравым смыслом. Вот здравый смысл здесь такой, что надо как бы понять, что индексы, скажем, 1, 2 появляются здесь два раза в этой комбинации. То есть, когда меняется местами сам множитель. Тогда поменяется местами. А у нас вот там вот c квадрат, dao, l, xi, l, t получается. Откуда у нас? Вот, смотрите, dt, вот здесь же у нас dt, здесь dx, k. Ну, надо только взять конкретное. Тут вот у нас x, правильно? Все. Ну что ж, вот система уравнения. Решаем ее. Первое. Что означает? Тау есть. Тау, r. Только, да? Только r зависит. b. Вот. А это приятно. А вот эту штуку мы знаем. Это киллинг. Киллинг с сигма равным нулю. Сигма равно нулю, равно, то есть отсюда следует, что b равно нулю и c равно нулю. Вот что это значит. Киллинг, да? Раз сигма равен нулю, у нас сигма равно нулю. Так это b равно нулю и это равно нулю. А тогда мы знаем, что такое кси. Вот эти кси, это что такое? А плюс омега r. Ну, прошу прощения, давайте подробнее предписать. А. Но это а может зависеть от переменной t в принципе. Да? Плюс омега, которая тоже может зависеть от переменной t, а r. У нас же тут только по пространственным переменам киллинг. По временной-то перемены киллинга нет. Да. Значит, вот так получается. Так, хорошо. Значит, вот, ну или в этих самых координатах это так. АКТ от t плюс, ну а здесь ЕКТ от m, омега, значит, t от t на xm. Вот, если угодно в координатах. Так. Хорошо. Ну, теперь мы подставляем вот этот результат в наше второе уравнение. И получаем, что c в квадрате, tau, l и вспомним, что оно зависит только от x. Так. А здесь у меня получается так. Я должен вот эту по времени продифференцировать. Получится так. А с точкой l от t плюс ЕКЛТ. Омега, l с точкой от t на xm. Вот что получится. Итак. Утвердается следующее. Что здесь у меня стоит функция, которая зависит только от x. И получается какое-то выражение справа. Которое зависит еще как бы от времени. Что это значит? На самом деле зависимости от времени, указанной здесь, нет. Это означает, что а с точкой l от t равно 0 и омега с точкой l от t тоже равно 0. А с точкой l от t равно а. А. Нет. Давайте так вот. Напишем это. Какую-то букву надо взять. А, b, c, d. Ну скажем, d, l. Это какая-то константа. Константа конечно. Почему 0? Не 0 конечно. Вот. Константа. И вот эта вторая величина, это тоже омега какая-то большая. Я ее обозначу. Омега, l. Да? Вот. То есть это какие-то постоянные величины. Вот. Ну, что касается вот этой первой, то сразу мы получаем, что тогда вот эта вот а, l, от t, мы ее можем понимать, как вот эта вот d, l на t плюс, ну, какая-то постоянная величина. Я ее назову так. И вроде бы то же самое можно и для омега написать. Да? Так. Так. Но сначала я подставлю эти результаты в мое уравнение, сюда вот. И, значит, посмотрим, что получится. Тау, l, от x, равно единица на c квадрат, d, l, плюс e, k, l, m, омега, l, x, m. Вот. Если я теперь проинтегрирую вот это выражение, да, то я что получу? Еще скобочки. Что? Один на c квадрат. А, да. А, да. Да, скобочку. Спасибо. Вот, скобочка. Если я теперь проинтегрирую это выражение, то у меня получится следующее. Тау от x интегрирую. Ну, по переменной, по переменной l интегрирую. Правильно? Ну, появится какая-то константа. Тау. Плюс, уменьшится на c квадрат. А здесь будет d, l, x, l, плюс, е, k, l, m, омега, l, x, m. Так, что-то я запутался. Индекс взяли там, k, вот эти мы... Индекс неудачным взяли, да. Сейчас подождите, соображу. Так, тауэль, вот здесь вот уже плохо начинается, да? Да, нет, такая ил тоже. Да, 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 да. Вот здесь вот так. Здесь вот надо индексы аккуратненько поменять местами, да? То есть у меня, вот это есть, я его дифференцирую. Но, вот тут-то я должен взять k, вот здесь вот k, а вот здесь вот l. Так, да? Вот, ну, кладу k, k. Так, и вот здесь вот. Значит, тогда я здесь вот l, здесь вот k. и здесь вот k. И здесь вот k. Так, ну вот. Значит, здесь вот так. e, l, e, l, k, m, омега, k, x, m, x, x, l. И вот что получится. Но, вот это вот выражение, смотрите, как оно выглядит. Относительно перестановки вот это вот, вот эти со множителя, m и l относительно перестановки симметричны. Но когда мы поменяем m и l местами вот здесь вот, да, поменяется знак. Значит, на самом деле вот это вот выражение равно нулю. Вот это выражение равно нулю. И для tau у нас появляется вот такое вот выражение. Тау, ну, зависит от x или от r. Это будет равно tau плюс единица поделить на c квадрат. d, l, x, l. d, l, x, l. Вот. Значит, если мы теперь подставим вот это решение вот сюда, да, то ясно, что вот это у слагаемого у нас никак не возникнет. Его тут нету. И здесь оно не возникнет. И это будет означать, что вот эти вот омега, k, равно нулю. То есть при подстановке, я повторяю, в это уравнение, вот, ну, как бы, вот эта часть у нас определяется в функции xi. Но, поскольку tau мы нашли, мы ее сюда подставим, приравняем члены при одинаковых степенях x и увидим, что линейного этого члена здесь-то не будет у нас. Понимаете? Омега равны нулю. Вот. Поэтому мы можем сказать, что вот эти омега, k, t, а, t, это просто омега, k, t. Постоянные величины. Все? Вы все нашли. Записываем ответ. Так. Записываем ответ. Так. Записываем ответ. В результате, tau равно, tau от r, t, равно tau плюс единица на c квадрат d r, c. Получается так, что xi, наша, зависит и от t, и от r, равно a, некий постоянный, да, t умножитель, плюс d t, плюс d t, ну d это постоянный вектор, это я вот это расписал, видите, a, dt, и что еще есть? Вращение. Да? Вращение с постоянной частотой. Плюс омега на r. Вот, получились локальные преобразования. Локальные преобразования. И это, конечно же, локальные преобразования группы Пуанкаре. Локальные преобразования группы Пуанкаре. Сколько тут параметров? a, то есть tau, 1, d еще 3, а омега еще 6. Всего 10. 10 параметров. 10 параметров. Видно, что у нас есть преобразование, которое одновременно применяется и к t и к r. Это преобразование, связанное с d. Все остальные преобразования у нас, ну, независимы. tau, a, омега, значит, они только к своим координатам применяются, да? Вот. Если мы устремим c к бесконечности, скорость света возьмем бесконечную, то что у нас пропадет? Вот что пропадет. То есть у нас получится вот такое преобразование. Тау, ну, tau равно tau, да? Тау от r равно tau. Тау от r равно tau. Так было понятно. А кси tr это а плюс dt, простите, плюс омега р. Умега р. Это группа Галилея. Она тоже имеет 10 параметров, но в отличие от группы Пуанкаре, вот это вот преобразование, оно уже не связывает время и координат, а развязанное они оказываются. Вот. Значит, ну что надо сделать дальше? Получить глобальное преобразование, соответствующее данным локальным преобразованием. Вот это как бы такое домашнее задание. Вот. Часть из них получается очень просто, но понятно, что наиболее трудоемкие это омега в векторном виде, да? И самая трудоемкая это d, тоже в таком векторном виде, в общем, да? То есть для произвольного направления вектора d я имею в виду. Надо задаться каким-то направлением d и менять только длину этого d вдоль данного направления. Вот выбрать такую однопараметрическую по другу и получать результат. Попробуйте, значит, вот сами это сделать. Мы с этого начнем, но как бы продолжим и закончим эту тему, чтобы посмотреть, что получается. Потому что все-таки интересно, что нам выдает теория Али. Результат-то мы знаем, да, как бы, что должно получиться. Специальная теория относительности. А, как бы, выдаст она нам или нет? Надо проверить. Так, ну и я повторяю. Кому интересно, можете проверить вот этот случай. А что, если взять отдельно времени подобное преобразование? То есть как бы перейти все-таки на многообразие, когда вот этот интервал равен, допустим, нулю. Появятся ли там какие-то дополнительные преобразования? Вот. Это, ну, второе такое факультетивное что-то задание. Все на этом, да? Все на этом, все на этом. У вас.